Всем привет дорогие друзья! Я снова рад приветствовать вас на канале час ремонта и в этом выпуске я расскажу вам о лучших моделях бензиновых генераторов мощностью в диапазоне от 8 до 15 киловатт. AI Power A8500EA это бензиновый генератор с максимальной мощностью 8500 ватт. Ядро модели составляет двигатель на 16 лошадиных сил, запускается генератор как с помощью автоматического стартера так и ручного. Для автоматического варианта предусмотрен аккумулятор, который уже есть в комплекте. Для снятия наработанного электричества предусмотрено три розетки на 220 вольт. Все они имеют крышку для защиты от влаги и пыли. Также стоит отметить, что две розетки на 16 ампер, а одна на 32. Есть один выход USB. Дополнительно к генератору можно подключить блок автоматики, который позволит настроить автоматическое включение генератора в случае экстренного отключения электричества. Весит модель нормально чуть более 100 килограммов, поэтому для нее предусмотрен комплект транспортировки с колесами и ручками, но докупать его придется отдельно. Внутри генератора установлен ряд систем защиты, например, при подключении слишком большого количества потребителей сработает защита от перегрузки, а электронный регулятор оборотов позволяет выдавать наиболее чистое напряжение. Внешний агрегат представляет собой самый классический генератор компактной конструкции, сердцем которой является четырехтактный двигатель, и вокруг него навешано различное дополнительное оборудование и оснастка. Над двигателем поместили большой бак на 40 литров. Этого запаса должно хватить примерно на 9 часов непрерывной работы при номинальной мощности. Естественно, что при меньшем потреблении автономность заметно увеличивается. На панели управления размещены розетки, переключатели и небольшой четырехразрядный дисплей. На него может выводиться мощности моточасы, шумит модель на 82 дБ. Не сказать, что это слишком громко для таких показателей мощности. Пользователи в своих отзывах оценивают модель положительно, хвалят надежность, качество сборки и стабильность напряжения. Из недостатков выделяют разве что сложности с подключением вывода газов от глушителя для работы в помещении. Я хочу напомнить вам, дорогие друзья, что все модели из ролика вы сможете найти по ссылкам в описании, а еще вас там ждет небольшой приятный бонус в виде промокода. TCC-SGG100EH3A обладает более высокой мощностью по сравнению с предыдущей моделью. Имеется еще одно ключевое отличие – генератор трехфазный. И на панели управления у него помимо двух розеток на 220 вольт, есть одна розетка на 380 вольт. Выработку электроэнергии суммарной мощностью в 11 киловатт обеспечивает двухцилиндровый двигатель на 24 л.с. Есть отдельная розетка на 12 вольт. Бак в этой модели установлен не самый объемный относительно мощности – всего на 27,5 литров. Производитель гарантирует, что такого объема должно хватить примерно на 5-6 часов работы. На панель управления вынесен небольшой дисплей, показывающий количество моточасов, напряжение и мощность. Из встроенных механизмов защиты можно выделить защиту от перегрузки и от низкого уровня масла. Весит модель почти 200 килограммов, поэтому колесная база с передними поворотными колесами выглядит весьма уместно. Заводится модель с помощью электростартера. Пользователи в основном довольны работой генератора, отмечают простоту эксплуатации и обслуживания, также хвалят надежность и стабильность напряжения. Поддержите нас лайком и интересным комментарием, дорогие друзья, это помогает не только нам в развитии канала, но и другим пользователям при выборе. Patriot GP15010ALE предназначен для автономного питания электроприборов, либо электроинструмента в условиях отдаления от линии электропередач или частых непредвиденных отключений электросети. Максимальная заявленная мощность составляет 12 киловатт. В номинальном режиме производитель рекомендует значение около 10 киловатт. Для подключения внешних потребителей выделено 4 розетки на 220 вольт. Две из них могут работать с высокой силой тока до 32 ампер. Внутри надежной конструкции неустанно трудится двухцилиндровый двигатель мощностью в 20 лошадиных сил. Компоновка элементов модели классическая для этого класса агрегатов. В верхней части установлен большой бак на 40 литров. На одной из сторон генератора размещена панель управления, на которой есть дисплей, розетки, различные регуляторы и автоматы. Конструкция аккуратно упакована в металлическую раму. Базируется генератор на колесном шасси, есть складные ручки для более удобной транспортировки, учитывая массу агрегата почти в 200 килограммов. Запускается генератор с электростартера, для чего в комплекте присутствует аккумулятор. Пользователям модель в основном понравилась, отмечают быстрый и плавный запуск, стабильность работы и надежность. Фубак BS14000AES обладает мощностью в 14 кВт. Рекомендуемый номинал 12 кВт. Предназначен для резервного питания частных домов, небольших промышленных объектов, электроинструмента при проведении строительных работ вдали от линии электропередач. Внутри конструкции установлен двигатель мощностью 22 лошадиные силы. Бак в этой модели установлен на 55 литров. И при загрузке в 75% этого объема должно хватить примерно на 8,5 часов непрерывной работы. Генератор однофазный, на панель управления выведено три розетки на 220 вольт. Одна из них может работать с большими токами до 32 ампер. Помимо стандартных евро-розеток, есть и клеммные выводы на 220 вольт. Компактный дисплей на панели управления позволит мониторить мощность, моточасы, напряжение и частоту. Для контроля за уровнем масла есть индикатор низкого уровня, а также датчик масла, который при необходимости может экстренно отключить двигатель. На борту генератора установлен собственный аккумулятор, который помогает электростартеру оперативно и без физических усилий запустить машину. Хотя это и не самая доступная модель и обладает высоким показателем надежности, при этом она не имеет особых инновационных технологий, стабильная и долговечная рабочая лошадка. Пользователям модель понравилась, отмечают стабильную работу, относительно чистое напряжение и простой запуск. Lefan 17000i3a представляет из себя универсальную модель бензинового генератора, предназначенную для самых разных задач. Во-первых, он трехфазный, соответственно и розетка на 380 вольт имеется. Во-вторых, модель обладает огромным запасом мощности в 15 киловатт, что позволяет подключить к нему довольно прожорливых потребителей. Высокие мощности генерации электроэнергии обеспечивает двигатель на 29 лошадиных сил. Бак у генератора установлен на 43 литра, что позволяет ему в среднем проработать до 6,6 часов без дозаправки. Для мониторинга происходящих процессов на панели управления установлен большой дисплей. Также генератор обладает возможностью подключения автоматики. Это может помочь для реализации автоматической системы переключения с электросети в случае ее внезапного отключения на резервное питание. Запускается модель с помощью электростартера, для чего комплектуется собственным аккумулятором. QTR DY11000LX – это генератор суммарной мощностью 9 киловатт. Такую мощность генерация обеспечивает двигатель на 19 лошадиных сил. Представляет из себя одну из самых доступных моделей, не обладает какими-либо особыми инновационными решениями и технологиями. Довольно простой в обслуживании и управлении запускается с электростартера, для чего комплектуется собственным аккумулятором. Тем не менее, возможность запуска с ручного стартера имеется. На вывод пользователю предлагается три розетки с напряжением 220 вольт. Одна из них может работать с большими токами до 32 ампер. Есть компактный дисплей для вывода текущей информации о мощности моточасах. Бак здесь установлен не самый объемный, всего 25 литров. Но и этого при средней мощности должно хватить чуть более чем на 6 часов работы. Шумит модель на 82 дБ. Пользователям модель понравилась, называют ее одной из самых лучших по соотношению цена-качество. Хвалят высокую мощность и при этом приемлемый уровень расхода топлива, а по уровню шума мнения разделились. Хубак BS11000 DAES обладает максимальной мощностью в 12,5 кВт. Этому способствует двухцилиндровый двигатель на 18,5 л.с. Генератор оснащен автоматической системой регулировки напряжения, что позволяет получать на выходе чистое напряжение. Бак производитель установил достаточно объемный на 45 литров. Полностью заправленный генератор сможет работать до 10 часов. Запускается модель с помощью электростартера, для которого есть собственный аккумулятор. При желании можно подключить блок автоматики для обеспечения переключения потребителей с электросети на генератор в экстренных ситуациях. Также стоит отметить способность генератора выводить напряжение на 380 В. Для этого помимо стандартной розетки на 220 В, есть и на 380 В. Каждая розетка защищена от перегрузки и короткого замыкания. Мониторинг происходящих процессов обеспечивает дисплей, на который можно выводить информацию о текущей мощности, напряжении, частоте и отработанных моточасах. Пользователи модель в основном хвалят за мощность, надежность и стабильное напряжение. Есть небольшие претензии по поводу запуска в холодное время года. А на этом наша подборка лучших бензиновых генераторов подошла к концу. Если хочется посмотреть подборки другого инструмента и техники, обязательно подпишитесь на наш канал «Час ремонта», свежие выпуски, на котором выходят регулярно. Если нашли в процессе просмотра ту самую модель генератора, которую долго искали, то загляните в описание. Все ссылки с подробностями будут там, а еще в описании лежит промокод, который поможет немножко сэкономить. Поддержите нас лайком и душевным комментарием, а я с вами прощаюсь, встретимся в следующем выпуске, всем пока!